Школа семьи Мы с вами можем пережить после того, когда мы к Богу пришли. Хотя, вот поверьте, я глубоко уверен в том плане, что никто не заменит, ничто не может нас заменить, нам заменить, кроме нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа. Его Божья благодать, которая через Бога Отца изливается при поддержке Духа Святого, ну ничто не может наполнить нас. Мы же, когда читаем Священное Писание, вспоминаем такие удивительные слова, когда Давид, он говорит, только в Боге успокаивается душа моя. А мы же понимаем, что Священное Писание, оно Богодухновенное, это правда, это истина. Но после спасения, я думаю, что вот та часть любви, благодати, которая Богом была выражена, это то, что когда Бог создал семью. И наверняка мы можем сегодня сказать спасибо тебе за супруга, за супругу, да, за деток, который дал. Ну, потому что это выражение воли Божьей было в нашей жизни. И когда вот я смотрел этот вот логотип, мне очень понравилась школа семьи, но там интересно, на заднем плане такой домик как бы показан, и это правильность совершенно, сердечко такое. Ну вот я думаю, что как бы как раз отходя от этого маленького вот эпизода, я бы хотел сегодня с вами пообщаться и поговорить, а что же составляет сегодня, во-первых, взаимоотношения. Потому что когда мы пришли к Богу, пришли когда мы к Богу, согласитесь, Бог не просто нас привел куда-то, но Он дал нам самого себя, чтобы мы имели с Ним общение, отношение. Ну, правда ведь? Ну, представьте, если бы Бог был молчаливый и с нами бы не общался, хотя кто-то однажды сказал, иной раз молчание и взгляд, оно больше говорит, нежели множество слов. Бывает? Бывает. И вот те, кто прожил более там, ну, какого-то времени, не знаю, десятка, двадцати лет, мы тут с женой, как-то с детишками со своими, ну, детишки уже, у меня старший муж 26 лет, детишки, да, ну, младший все-таки 8 лет. И мы когда-когда с семьей тут были собраны, посмотрел на жену, уже 2018 год, и я детям говорю, слушайте, ребята, мы в следующем году, у нас 30 лет будет с женой. Ну, и старшему говорю, как бы, это хоть какой-то срок есть, да, у папы, это уже большой срок. Поэтому каким-то образом мы можем, ну, уже заглянуть на какую-то практику, отношения, ну, согласитесь, это же правда. Есть какая-то учеба, да, жизненная, которая нам, Богом, дана. Да, поэтому, конечно, дом, вот, без того маленького сердца, это когда мы Христа приглашаем сегодня в свой дом, ну, невозможно, чтобы этот дом, он развивался и процветал. Ну, кто меня понимает, можете сказать «Аминь». Кто-то в душе своей, да, молча сказал «Аминь», ну, Бог уже слышит. Поэтому, конечно, сегодня бы охота было пообщаться, поговорить с вами, затем задеть некоторые темы о святом брачном союзе, о браке как семья и, конечно, о взаимоотношении. Вот так интересно у нас, конечно, сегодня, если бы была такая возможность бы, ну, возможности она всегда есть, да. Я думаю, что Бог всегда предлагает, а человек располагает, правда? Ну, и выбирает, конечно. Мы бы так вот собрались, с тесным кружком, вот так вот, да, и просто бы на вопрос позадавали, честно говоря, да, и какие-то вот истины священного писания могли бы с вами просто пережить вот так вот поближе, чтобы мы были. Но все-таки есть запись, она тоже очень важна. Ну, знаете, такая охота, честно говоря, чтобы вот когда мы собраны здесь во имя Иисуса Христа, мы здесь во имя Христа собраны или нет? Ну, во имя Иисуса Христа. Вот какая-то теплота и любовь, она все-таки присутствовала в наших взаимоотношениях, правда? Потому что однажды Павел сказал удивительные слова «Мы раскрыты для вас». То есть, что значит раскрыть? Это открытая книга, и наверняка те, кто уже, как я сказал, уже какое-то время, поверьте, мы прожили, иногда Жене не надо много слов, когда ты приходишь, иногда она встречает и говорит тебе, «Так, что случилось?» Но без слов я же ничего не сказал, откуда. И на этот раз ведь, знаете, как для того, чтобы каким-то образом, ну, утешить, скрыть какие-то, ну, мы мужчины немножко другого формата, нежели женщины. И это хорошо, потому что Бог таких разных иногда соединяет, чтобы любовь Божия вот там, как я опять буду всегда обращаться туда, вот эта любовь, она не показная была, она была бы истинной. И ты иногда скрываешь, но уже за плечами, у которых есть опытность, да, прожитых лет, им не надо много слов. И так понятно уже становится. Вот, знаете, просто перед тем, как говорить сегодня вообще о семье и о доме, вот вспомните, я не знаю, мы по-разному проживали в разных домах и в разных семьях. Ну, правда ведь? Я помню, когда пришел к Богу, знаете, одно из важных составляющих было, это не только Библия, но это мудрые книги, которые мне, в мои руки, и самое главное, для моей души попались. Я помню, кто-то помнит, был такой муж Божий, это Луис Коуэлл, помните? Ну, кто-то читал из вас, возможно, кто-то нет, кто чуть побольше в церкви уже, они помнят. И он, в основном, у него послание такое было о семье, о браке, но еще и касалось мужчин. И я помню одну книгу, которую читал, она называлась «Мужчины, достигайте максимума». Там интересное впечатление, страницы было, когда я прочитал страницы на 15, там 20, там был такой момент очень интересный именно для мужей и супругов, для мужчин. Ты не считай дальше, там было сказано так. Но если ты никогда не молился за свой дом, за свою семью, за супругу, преклоняй колено и молись. И я помню общежитие, я помню там, когда преклонил первый раз колени и помолился за свой дом, за свою семью. Мой дом еще был совершенно другой. Я не ушел от темы, я помню. Мы в разных местах воспитывались. И мы разные имели дома. И наверняка, когда мы пришли к Богу, кто-то из вас скажет, я бы хотел, чтобы мой дом и моя семья походили на семью моего отца и матери. Потому что по какой-то благодати там Бог был, там Господь был, там настоящие взаимоотношения были, там любовь была неподдельная, как очень часто много. Мы сегодня можем красивые песни петь, поверьте, и это здорово, что мы прославляем. Но я всегда хочу, честен ли ты сегодня? Честно ли то, что ты читаешь? Потому что послание, в сущности, оно очень простое, знаете? Это научить тебя и меня. Вот оно. Я читаю его, и оно должно меня научить. Научить любить, прощать, каяться. Это послание очень простое. Так вот, дома. Конечно, родители не выбирают, и это сто процентов. Ты не мог заказать. Я знаю, что Бог настолько велик, всемогущ. Он знал, где ты родишься, каким образом родишься. Но бывало так, что у нас недоброе впечатление. Я помню, что я бы не хотел прожить так, как... Не из-за того, что я не любил своих родителей, но охота была как-то по-другому, более как-то... Потому что и ссоры видел, и многие вещи видел в своей семье. И по моему дому я бы хотел по-другому построить. Но, вы знаете, в любом родительском доме всегда была теплота, если вы знаете. Правда? Всегда присутствовал. И я с удовольствием, когда бывало, даже уезжал к бабушке. Любил возвращаться всегда в свой дом. Это родительский дом, так его говорят. Оно воспевается в песнях, в стихах. В родительский дом, где тебе хорошо и уютно. И очень часто, когда какие-то трагедии, страхи приходили в нашу жизнь, даже уже когда мы повзрослели, если там была любовь, утешение, будь то от отца или от матери, ты всегда старался прийти в свой родительский дом. Ну, правда ведь? Спрятаться. Да, вот найти там как раз ту поддержку, которую ты, возможно, не нашел. У меня как-то была одна ситуация. Я помню, когда у нас был еще молитвенный дом, было слушание для зависимых. У нас сегодня есть, и Бог не оставил. Но я помню, у меня был один разговор с одним удивительным, ну, интересным человеком. Ему было уже за 50 лет. Ну, вот он был человек зависимый, хотя у него за плечами было образование, было несколько браков семейных, но человек он пил, курил. Ну, и тут не вопрос сегодня, чем, вот какая зависимость. Вопрос греха, прежде всего, и это очень важно понимать. И вот мы с ним, когда общались, в разговоре у нас зашел такое общение. Я спросил его, слушай, вот тебе в твоем родительском доме вообще уютно было. И он рассказал очень интересную ситуацию, что у него, в сущности, с родителями, с родителями ему повезло. Прекрасный отец был, мама была, она впоследствии пришла к Богу, христианка. Это не был христианский дом. Но когда мы говорим сегодня, после спасения это вторая часть, правда ведь, да? Когда именно Бог устрояет дом. Но ведь, согласитесь, еще прежде, нежели, да, Бог именно родил церковь или еще, Он прежде всего организовал, и мы читаем в Священном Писании, это семью и брак, правда? Это институт. Почему и поговорка есть, да, что браки заключаются на небесах. И это правда, это истина. Читая Священное Писание, мы понимаем, и мы видели хорошие отношения, хорошие браки. Даже у неверующих людей. Почему? Ну, потому что Бог благословляет. Это, знаете, от этого развращенного мира, как бы, определенный ковчег спасения для нас сегодня. И вот задал вопрос, и он, интересно, этот человек, он мне рассказал, у него прекрасные родители были. Он говорит, мы были, они переезжали, у него учителя были родители. Отец даже был директором школы, мама учительница русской и литературы была. И вот в Алтайском крае они жили, и это было лето. А вы знаете, что иногда в Сибири там интересно, там, если зима, то зима, а лето, так лето. И говорит, я помню, проснулся в таком каком-то ужасе. Он был мальчишкой, что-то ему там приснилось как-то. Я, говорит, выбегаю, смотрю. Я, говорит, ощутил в доме, что никого нету, и мне охота было найти именно, ну, родителей там. Папа, он куда-то уехал, ну, маму. И вдруг я, говорит, выбегаю, там частный дом был, на крыльцо, и мама идет, ясное небо, она с ведром парного молока. И она, увидев меня, такого вот испуганного, видно, говорит, ты что, испугался, что ли? Он говорит, да, человеку было за 50 лет. Это очень важно понимать. И он, говорит, она поставила ведро с молоком, мы сели на крыльцо, я прислонился к плечу своей головою. И у меня так хорошо было, так уютно, она обняла еще. Я, помню, задал вопрос, молоком-то парным еще пахло там, он говорит, до сих пор помню. Молоко парное рядом стояло. Ну, вот, когда мы сегодня говорим о семье, да, я понимаю, что иногда впечатления, как я сказал, они разные, могут в нашей жизни быть. Но согласитесь, если мы говорим сегодня о семье, потому что семья, она предопределена Богом. Это Его воля для людей. Когда Бог создал Адама и Еву, соединил их в Святом Брачном Союзе. Вот Он соединил их, дал им предназначение. И книга «Бытие» мы читать можем сегодня в первой голове, с 27 по 28 стихи, где Господь говорит, «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их». И вот там удивительные слова, как раз они сегодня для нас и говорят. «И благословил их Бог, и сказал им, плодитесь, размножайтесь». Но это некоторые еще условия даются больше, дальше для этих людей. Но здесь, смотрите, мы можем читать и видеть, что и благословил Бог семью, дом. Конечно, сегодня дом и семья, они являются крепостью, независимо, где сегодня люди живут. Опять же, если эти люди все-таки соглашаются сегодня с Богом. Но когда мы говорим сегодня согласиться с Богом, это еще и иметь понятие сегодня о взаимоотношениях в семье, правда? Потому что если сегодня о супругах говорят сегодня взаимоотношения, вот эти взаимоотношения часто теряются и потеряны. «Супруг не понимает супругу, супруга не понимает супруга». Но согласитесь, как мы, приходя к Богу, имеем общение друг с другом, точно так же и мы в семейном своем кругу, мы должны иметь это общение, честное. Потому что Бог говорит о честности очень важные слова. Я глубоко уверен, что многие вопросы бы они решались, если бы супруги за, знаете, так и называю его столом переговоров, они были бы честны пред собой. Знаете, когда Бог создал Адама и Еву, вы читали, вы знаете об этом, что написано, когда Он их соединил в этот брачный союз, и двое стали одной плотью, написано, это уже не два, это одно. Я всегда говорю, вот представь, два разных совершенно, ну вот такой пример, это как две краски взять, или лучше сказать два пластилина, один там зеленый, другой синий. И вот взаимоотношения, семейные обязательства, такое всегда, знаете, обязательство. Вот представь, что какие-то внутренние руки начинают этот пластилин лепить, да, там, разминать его. Двое станут одной плотью. Ну вот попробуй там, когда это перемешано, отделить сегодня зеленое от синего. Там если долго мешать, впоследствии, согласитесь, оно цвет поменяется. Подобное притягивает подобного. Однажды кто-то такую интересную поговорку сказал, говорит, ты знаешь, если муж, мы благословляем евреев, еврей, а жена украинка, которая любит сало, то даже впоследствии она научит его кушать сало. Этого ревностного еврея. Но это Бог благословил, это Бог создал. Поэтому, конечно, для нас сегодня одно из важных составляющих имеет вот это вот понимание брачных отношений. Потому что семья является крепостью, независимо, где они, как я сказал, живут в шалаше или во дворце. Кто-то скажет, ну я вот хочу сегодня дворец построить, а не шалаш. Но опять же, вот если я к логотипу обращусь, если вот там будет, вот там маленькое сердечко, тогда это хорошо будет. А если этого не будет, то в самых роскошных дворцах ты будешь там ужас чувствовать в своей жизни. Аминь. Аминь. Поэтому, конечно, семья сегодня, она является таким фундаментом, вообще не только сегодня для церкви, но вообще для человечества. если этот фундамент хороший, то и нация будет процветать, так как нация, она состоит сегодня из этих единиц семейных, семейных ценностей, которые устрояются. Поэтому отсюда мы можем видеть, что назначение семьи есть план Божий. Именно для народа, для нации, для церкви. Мы сегодня живем, сегодня не в такое-то простое время, когда божественные основы, отверженные человечеством, и распространяются и грехи, и пороки. Я просто буду смотреть некоторые места священного писания, и мы можем увидеть. Апостол Павел однажды, когда писал Тимофею, это второе послание уже, когда жизнь его, она подходила уже к концу, помните, он говорит удивительные слова, течение я совершил, веру я сохранил. Он пишет своему возлюбленному сыну Тимофею именно по духу, потому что он был преемник именно знаний, апостольства, этот Тимофей. Он пишет Тимофею в третьей главе, там есть такие удивительные слова. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Когда думаешь о некоторых временах тяжких, что здесь?» Ведь Иисуса тоже спрашивали, когда твое время пришествия будет, что будет происходить. Да-да-да, много всяких ситуаций, много всяких будет знамений приходить. Но здесь апостол Павел, он ставит как бы такую концентрацию сегодня на взаимоотношениях между людьми. И вот он говорит, «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут». И вот он там дает какую-то определенную характеристику людей. Тогда, когда говорится сегодня о последних временах, я хочу задать вопрос сегодня, дорогие мои, а мы в какое время сегодня живем? Приведу вам интересный пример. Может быть, мы иногда забываем, потому что, когда говорим сегодня о пришествии Христа, о некоторых временах, которые будут как знамения случаться, я просто буду приводить некоторые примеры. Помните, десять дев, которые пошли встречать жениха своего. «Пришло время, и все заснули». То есть, ну вот таким образом, если образ церкви сегодня. Все заснули. И вот, когда мы думаем о том, что, ну хорошо, последнее время, на времена какие-то будут приходить, то смотря сегодня, да, и мы можем сегодня видеть, что на самом деле не такие-то простые сегодня отношения у людей. Многие моральные институты, которые долгое время стояли, мы видим, что они рушатся. И мы даже больше с вами, мы как люди сегодня привыкаем к некоторым вещам. Но это не значит, что Бог сегодня свою святость, свою праведность, свое слово, Он сегодня, поверьте, изменил и убрал его. Нет, такого никогда не было и не будет. Потому что, как Бог святый, слово его святое. Я приведу вам один пример. Вы знаете, если вот лягушку в кипяток бросить, то она моментально оттуда выпрыгнет. А если ее в холодную воду положить и постепенно ее там нагревать, то ее можно сварить. Может, и у нас, иной раз, когда мы думаем сегодня о некоторых святых отношениях, у нас, может быть, какой-то фокус теряется, но дальше здесь говорится, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанные, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более свастолюбивы, нежели боголюбивы. Удивительно, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. И дальше говорится, таких удаляйся, к ним принадлежат те, которые вкрадываются в домы, обольщающих женщин, обольщают женщин, утопающих во грехах и водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Как это так? Можно слушать истину десятки раз, всегда учится, и никак не может дойти до того, чтобы эта истина поработала с сердцем. Я говорю, вы знаете, Евангелие, оно на самом деле очень простое. Научить тебя, научить лично меня. Когда я смотрю в это священное слово, я говорю, Господь, это ты ко мне обращаешься. И если я должен сегодня изменить что-то в своем характере, когда читаю сегодня вот эти вот строки, если у меня это есть, это кому говорится-то? Так это ко мне говорится сегодня. А как оно проявляется, как не в взаимоотношениях? Бог нам сказал, любить Бога прежде всего. Да прекрасно, но любить ближнего. Однажды кто-то сказал, говорит, но мой ближний все делал для того, чтобы я не любить. Почему? Потому что всегда легко любить, поверьте, там на расстоянии. Но как трудно любить тот, кто с тобой рядом, кто не похож на тебя, кто иной раз, как с занозой в твое сердце. Но я задаюсь вопросом и хочу сказать, а если это Бог хочет просто поменять нас? Аминь. 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 Поэтому мы видим этот случай, когда человек уклоняется от указаний, данных Богом. Сегодня свободная любовь, супружеская неверность, разводы, всякого рода самовольности. Мы видим, что они часто ведут семью к упадку. Поэтому очень важно направлять наше внимание на божественную истину, чтобы нас не увлекло это мирское течение, и мы устояли бы в Христовой истине. Иисус однажды сказал, когда приступили к Нему фарисеи и Евангелие от Матвея, 19 глава. Я, знаете, я для себя здесь подставил, тут, когда в Евангелии от Матвея в 19 главе, в 3 стихе говорит, и приступили к Нему фарисеи, я подставил, потому что мы же понимаем, это к Иисусу Христу приступили, а Он-то является Богом, Господом. Я подставил слова вместо Ему, я подставил Господь. И вот представьте, люди, которые знают истины, но всегда учатся и не могут научить самого себя. Но разве мы сегодня это не видим? Да видим. И не из-за того, чтобы я сегодня брал камень, сегодня забрасывал, сегодня камнями, да, как фарисеи, которые однажды блудницу привели к Иисусу Христу и сказали, что ты скажешь? Но мне охота молиться сегодня за эти, за эти семьи, которые не устояли, где сегодня глубочайшие проблемы, потому что прежде всего Бог хочет научить нас внутри, научить нас любить по-настоящему того, кто нелюбим, потому что Господь сказал, как легко любить того, кто тебе говорит и любит тебя, но как трудно иной раз. И вот приступили к Господу фарисеи, искушали Господа, говорили Господу, по всякой ли причине позволите на человеку разводиться с женой своей. Он сказал им в ответ, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, поэтому остави человек отца и мать и прилепиться к жене своей и буду два одной плотью». Так что уже они двое, не двое, а одна плоть. И так то, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Они говорят ему, а как же Моисей заповедовал давать разводное письмо и разводиться? И вот вопросы эти сегодня задаются, да? Они сегодня задаются. И вот Господь отвечает, Он говорит им, Моисей по жестокосердию вашему дал разводное письмо, чтобы вы разводились. Вот оно оказывается, откуда все проистекает-то. Проблема-то оказывается не внешняя, а внутренняя. почему мы сегодня? И раз сегодня, да, люди не находят этого утешения, этого покоя, мы начали сегодня о взаимоотношении, и как хорошо, когда этот дом устрояется любовью. Не так-то просто сегодня построить, когда все вокруг сегодня, да, представьте, за порогами на наших сегодня церкви твоего понимания христианства все по-другому говорит. И люди иногда приходят сегодня даже в церковь, у них свое понимание есть, свои взгляды, начитавшись, насмотревшись сегодня. Но, как я сказал, мы должны оставаться на истоках священного слова Божьего. Господь, позволь мне сегодня стоять на том, как Ты сказал. Бог сказал, что Господь никогда не оставит и не покинет нас. Его рука, Его благодать всегда пребудут с нами. Поверьте, я уверен, что мы не призваны жить сами по себе, устроять сегодня, чтобы построить добрый, да, хороший дом сегодня, да без Бога разве это возможно? Да невозможно. Почему Господь говорит, все стою у двери и стучу, когда мы распахиваем Ему свое сердце, когда мы приглашаем, когда мы каемся, когда мы сегодня открыты для Бога, чтобы Бог изменил нас. Тогда поверьте, мы уже настолько прекрасный дом построить, что там будем всегда утешение иметь. Это же правда. Это правда. Это правда. Поэтому под словом дом часто подразумевается не то место, где мы просто кушаем, спим. это то излюбленное место, которое нам дает домашнюю любовь, счастливую, спокойную семейную жизнь, мир, охрану от злого. Некрасивая или дорогая обстановка решает эту проблему, но любовь, сердечное общение, чтобы Бог подарил семье. я как-то вспомнил один фильм, он очень давно снялся, еще в 70-х годах, помните, кто из вас, может быть, смотрел «Доживем до понедельника», где там герой пишет в своем школьном сочинении, что счастье – это когда тебя понимают. это так удивительно. Научиться тому, что когда ты открыт, и тебя начинают понимать. Это должно быть в наших домах и в наших семьях. А люди часто бывают так, что рассуждают о материальном благополучии, о достижении финансовых благ, но не понимают самого важного в жизни. Достаточно просто понимать человека, чтобы его существование наполнило смыслом. Чтобы почувствовать удовлетворенность жизнью, необходимо быть любимым. И смысл любви заключается не только, когда взаимоотношения между двумя людьми, но рассматриваются в более широком понимании. Поэтому великое преимущество в этом мире – то, когда сердце находит отзыв и расположение в семейном кругу, и то, что Бог вложил в человеческое сердце. Вот именно в общении. Когда в мире греха наш очаг является особо милосердным подарком Бога, Отца для сегодня, для человечества, этим Он подарил пристань в опасном мире. Это покровительство Бога от бурь и ненасти в жизни, защита от нападков сатаны. Это обоюдное стремление служить друг другу в семье. Не просто в каких-то знаниях, но в практическом применении, которое вытесняет из сердца себелюбие, эгоизм. В христианском доме, где отец и мать прилепляются к Господу, имеется пристань и защита от дьявола. Это святыня среди безбожного мира, которая защищает и охраняется бесценным семейным, бесценные семейные сердца. Христианский дом это святая пристань, в котором Бог, Отец и Господь Иисус Христос чистосердечно признаются домашними, где живет Святой Дух, где Его Слово является светом и освещает весь дом, где Евангелие указывает путь к небу. Вот это истина. Однажды, ну, я скажу, что доктор богословия, Мартин Лютер, он говорил такие слова о браке. Естественно, христиане должны любить свою жену. Муж, он должен любить ближнего, а поскольку жена является самым близким из всех ближних, его любовь к ней должна быть наиболее глубокая. Также и жена должна быть его ближайшим другом. Аминь. В настоящем христианском доме Богу предопредено особое место, и каждый член семьи старается сохранить эту божественную гармонию. Мы стараемся следовать за Богом. Мы тут часто этот пример с вами смотрели, приводили. Это как, знаете, своеобразный так вот треугольник, да, нарисовать. Это когда двое, чем ближе ко Христу, он сердце семьи. Чем больше мы ближе, так сказать, к Богу, тем ближе будем и друг ко другу. Он скрепитель, он руководитель, он та Божья истина и благодать, которая дана каждому из нас. Поэтому так здорово, когда эта пристань, она по-настоящему навеяна, помазана, благословена самим Богом, когда родители, они живут именно по заповеди Божьей. Это удивительно. это такой глубочайший пример для детей. Для меня это благость, для меня это милость. Дом Божий. Это пример израильтян в Египте. Это небесный свет в их жилищах. Помните, когда в Священном Писании различные казни были посланы через Моисея Богом. Там одна из казней была, когда Бог тьму послал. И написано, она была везде, эта тьма, по всей земле. Но в жилищах именно израильтян свет сохранялся. Я не знаю, каким образом, потому что, конечно же, Бог есть свет, и они были в заветных отношениях. Я понимаю это. Но точно так же и сегодня этот небесный свет, который в христианском доме, это отражение той небесной страны, в которую мы идем. Он, как бы, знаете, отчетливо противопоставлен тем домам, которые освещаются не Христом, а светом этого мира. Как-то сын пожилого христианина переехал в новый дом, который он устраивал. Он купил новый дом, он устраивал это жилье. И когда он закончил все приготовления, все, что нужно было там сделать в этом доме, он позвал своего отца, как бы, он старался не привлекать его, он был совершенно в другом городе, он показал ему весь дом. А отец был христианином, мать была христианкой, он воспитывался в христианских вот таких вот, да, благословенных отношениях. Ну, потом жизнь немножко, она по-другому, и все-таки, знаете, мир, он повлиял на него. Отец, когда все посмотрел, он сказал, дорогой, у тебя весь дом устроен очень-очень комфортно, но никто не сможет сказать, живет ли здесь дитя Бога или мирской человек. Эти слова так повлияли, что он потом, перед тем, как отца отправить, он потом, знаете, сделал такую табличку, и когда вход был, он написал из священного писания, этот дом устрояется Господом. Этот свет Божий, он должен сиять в наших домах, мы должны уделять Слову Божьему, не просто уделять, но еще и, по крайней мере, стараться сегодня воспроизвести его в своей жизни, во взаимоотношениях. Не просто я читаю, не просто я познаю истину, но я хочу, применяю эту истину. Я хочу жить по этой истине. Поэтому, конечно, без Божьей благодати, без участия Бога нам просто не обойтись и невозможно построить добрую Христовую семью. Мудрый Соломон однажды сказал, он даже не просто сказал, это песнь восхождения, помните 126-й Псалом, где он говорит удивительные слова, если Господь не садишь детдом, а напрасно трудится строящий его, если Господь не охранит города, напрасно бодруствует страж, напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, идите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Это наследие, вот наследие от Господа, дети, награды его и плод чрева. Написано, что мудрый Соломон, он воспевал, я уж не знаю, наверняка это была песень, может быть, мы ее и не знаем, но когда-то в Израиле это была песень, она воспевалась, что Бог, устроитель дома, мы должны открывать ему свое сердце и говорить, Господь, пожалуйста, веди сегодня меня, веди семью, благословляем сегодня друг друга во взаимоотношении, когда не хватает нам сегодня терпения, мы просим Бога, мы приглашаем его, Господь, помоги нам, чтобы дом наш, он был надежной крепостью, чтобы ты стал фундаментом нашего дома, чтобы не только нашего дома, но чтобы, как написано, награда, это дети, и чтобы у детей благодать твоя в домостроительстве Христовым и Божьим была и у них. Помоги нам, Господь. Брак – это не шутка, над ним необходимо работать, о нем нужно молиться, взять себе жену достаточно просто, но постоянно любить ее гораздо сложнее, потому что одного лишь союза плоти недостаточно, должна существовать схожесть вкусов, характеров, а эта схожесть не приходит внезапно. Это прилепление, это соглашение, как я сказал, помните, как вот эти два, определенно, как две краски, это как два пластилина, которые во взаимоотношениях сминаются, да, а не мнутся, где мы сталкиваемся с некоторыми другими совершенно интересами и взглядами, ну, как сказал однажды апостол Павел, Христова любовь объемлет меня рассуждающих сегодня. Бог это хочет в церкви, Бог хочет, чтобы семьи были крепкие и сильные, у нас, аминь, Он хочет, чтобы мы находили утешение в своих домах и в своих семьях. Я помню, как-то разговаривал со своей дочкой, старшей, я помню, общался с ней, некоторые истины ей подсказывал, я помню, она всплеснула руками и сказала такие слова, папа, ты меня совершенно просто не понимаешь, я так смеялся, я ее потом посадил и говорю, дочка, не уходи, пожалуйста, эмоционально, ну, не будь сегодня, вот побудь сейчас со мной, я тебе, хочу с тобой пообщаться и поговорить. И мы с ней имели общение. Потому что взаимоотношения, как я сказал, не просто строятся. Но иногда практика, которая дана сегодня Богом, да, людям сегодня, она бывает так, что не применяется, но давайте соглашаться с тем, кто прошел некоторый путь, мы должны сегодня уметь, иметь сегодня в своем характере такое отношение, чтобы учиться сегодня добрым и святым словам. Уметь выслушать человека, уметь понять этого человека, даже из-за того, что, возможно, он говорит совершенно какую-то, совершенно обратную и плохие, какие-то непонятные вещи. Для нас, конечно же, это пример семейных отношений, когда Бог создал человека, Он слепил их, Он вдохнул. В Священном Писании говорится, кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. Люди часто не понимают некоторых сегодня истин. Поэтому неотъемлемая часть при выборе половинки это, конечно же, общение. Когда вы общаетесь с человеком, вы много о нем узнаете. И в супружеских отношениях очень-очень важно общение. Мы общаемся с Богом, и мы общаемся друг с другом. Старинная пословица гласит, браки на небе заключаются. Только один Бог может найти человеку настоящую помощницу. Он соединяет юношу, девицу, они становятся одной плотью во Христе. Он один знает, чьи характеры и духовные развития дополняют друг друга. Этим дана возможность нести бремена друг друга. Он единственный посредник, если так можно выразиться, в отношении пред Богом. Сегодня многие звезды проходят тесты психологов, астрологов, прибегая даже к помощи церкви. Но посмотрите, помогает ли им. Часто бывают эти колодцы, которые не могут держать просто воды. Хотя Господь сказал, то, что Бог сочетал. Вот если Бог будет среди нас сегодня в этом браке, того человек да уже не разлучает. Это божественный союз двух сердец, соединенных любовью. Оба супруга соединены Богом в одно сердце и в одну плоть, что неразделимо сегодня людьми. Этот союз намного выше светских церковных церемоний, когда двое людей становятся мужем и женой. Если ты посмотришь на брак как от Бога, то многие дурные помыслы просто отпадут. Уверен, можно так сказать, верен ли ты, что именно твой выбор это единственный человек, с которым ты соединен. Это есть воля Бога. И поэтому движущей силой двух сердец, которые заключают союз, должна быть истинная божественная любовь. Я бы хотел сегодня, ну, может быть, ближе уже как-то к заключению с вами подойти к Священному Писанию и открыть с вами послание Эфессианам, пятую главу, с 22 стиха и по 33 прочитаем. Там наставление для семейной жизни. И мы, бывает так, что в бракосочетаниях, да, бывает, что когда к Богу, к алтарю приходят Божьему люди, мы часто цитируем эти места Писания, наставление такое своеобразное для мужа и для жены. Но давайте прочитаем сегодня, да, эти слова и что-то лично увидим. Как я сказал, что оба супруга, соединенные Богом в одно сердце и одно плоть, они неразделимы, и они должны соединены быть любовью. И вот там есть наставление для жен. Мужья так любят иногда эти слова вычитывать. Тут говорится о том, что жены повинуйте своим мужьям как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. Я помню, в нашей общине был удивительный момент. Взаимоотношения же по-разному, и приходим мы к Богу, бывает так, что уже соединенные, уже в семейных ценностях, в семейных отношениях. Я помню, в одной семье было, когда муж прочитал эти истины, что, кажется, муж есть глава, жена должна подчиняться мужу. Жена потом впоследствии просто рассказывала, когда опять некоторые там взаимоотношения с клоки у них в семье произошли, он прочитал очень громко несколько раз это местописание, стукнул по столу, что, говорит, чашки даже полетели на пол и сказал, вот так должно было поступать. Но там есть дальше некоторые истины, правда? Давайте с вами посмотрим. Жены, повинуйте своим мужьям как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. Мы должны увидеть здесь Христа, глава церкви, он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящие свою жену, любят самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа. Ну, я тут немножко сократил. Иногда, вот поверьте, в этом отрывке ударение делают совсем не там. Читают бывает не так, как нужно. Будто суть заключена в том, что муж есть глава жены. и цитируют отдельно, бывает от общего составляющего, которое здесь апостол Павел передал. Но ведь главное в этом отрывке, как минимум я там посчитал шесть раз, где-то может быть и побольше, если вообще в общем брать, это слово любовь. Любите, 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 как Христос. Оказывается, чтобы нормальные отношения и брак построить, нужно сегодня, чтобы в этом доме, в этом логотипе, который мы с вами только что видели в этом доме, обитала любовь, любовь Христа. Не просто прочитанная, но практичная. Вы знаете, мне сразу вспоминаются слова апостола Павла, когда люди приходят с разными мнениями и разноклассиям в семейной жизни, мне охота всегда христианину, будь то христианка или христианин, им послать их священное писание и сказать, а как Господь хотел видеть, чтобы ты поступал. Помните, апостол Павел, когда о любви рассуждал, он же интересно сказал, любовь не привозноется, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, любовь, она все покрывается ему вере. Конечно, мы бывают, как маленькие дети, и апостол Павел даже больше рассуждал о том, когда я был ребенком, я по-ребячески рассуждал, по-ребячески мыслил, но как стал мужем, возрос в любви, возрос в понимании, в прощении, в благодати, научился понимать своего ближнего, защищать своего ближнего, протягивать руку своему ближнему. Вы согласитесь, любой человек на этой земле, он ищет настоящей любви. Это правда, спроси вас сегодня, и ты скажешь мне, главное, чтобы меня любили. Оно воспевается, оно говорится, оно, будь то в картинах, в поэмах, да, в каких-то фильмах, и везде говорится о любви. Все пропитывается этим. Поэтому я понимаю, что без этого Божьего Духа Божьего, вот без этого вдохновения просто невозможно нам сегодня сохранить семейные ценности. Что такое вдохновение? Вдохновение от слова вдох. Это так сказать, что когда люди рассуждают, спроси сегодня также любых людей, которые творчеством занимаются, они говорят, вы знаешь, как будто свыше что-то на меня сошло. Но мы, читая Священное Писание, понимаем, Бог выдыхает, а человек вдыхает в себя. Это есть вдохновение. Поэтому Бог дал нам сегодня. Он не просто ушел, Он не просто дал нам истины, Он послал обещанного от Отца, Духа истины, который рядышком, но Его еще часто называют как джельтмен, Он не ворвется в наши сердца. Он не будет за нас делать то, что нам нужно сделать, но Он всегда будет нам помогать. Аминь. Всегда. Всегда. конечно, наверное, очень важно еще какие-то истины открыть, потому что я думаю, что люди, они любят примеры. Я помню, у меня был такой момент в моей жизни, я уже служил Богу, это лет, наверное, более 10 назад, может, чуть больше еще. мы снимали съемные квартиры, переезжали, служили Богу. Я помню, на пустом совершенно, помню, с женой мы так поссорились, не просто по пустякам. Знаете, бывает так, что на кухне происходят некоторые вот такие разногласия. Я говорил себе, я прав был, потому что жена была не права. если бы была другая еще одна комната, мы снимали тогда две, у нас тогда еще было только трое детей, не четверо, если бы была еще одна комната, я бы забрал одеяло, наверное, ушел бы отдельно. Так я обиделся, меня обидели. Но вот утро, мы молча проспали, утро, я пошел молиться, и вы знаете, как часто бывает мы, как люди, ведь из-за пустяка иногда рушатся многие вещи, поговоришь с людьми сегодня, да, и скажешь, и от этого такие разногласия. Я помню, начал молиться, искать лица Божьего, ну, как будто вот все закрыто, ничего совершенно нету. Ну, мы-то, я-то знаю, как нужно привлекать сегодня благодать Божья в свою жизнь, прославление о крови, о благодати Божьей, нет. И где-то внутри своего сердца слышу, что прости, помоли за свою жену. Минут сорок, час, может быть, сражался, и как только я сказал, Господи, прости и благослови, как будто все открылось. Как я сказал, поверьте, что взаимоотношения и семья как брак непростая вещь. как много нужно прощения, любви, благодати, милости. Но без Божьей благодати это просто невозможно. Если Господь не садишь детдом, то напрасно трудится строящим. Но Господь с нами, Он рядом своей любовью, своей благодатью, своей милостью. Аминь. 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 Я бы хотел сейчас, чтобы мы с вами помолились. Давайте мы встанем. Я бы хотел помолиться, если у тебя какие-то сложности, может быть, во взаимоотношении. Попроси Бога, пригласи Господа, чтобы Бог дал тебе благодати, своей милости, дал тебе слово, поддержки и утешения. Может, тот, кто смотрит нас сегодня, у вас по какой-то причине, Господь застал тебя в это время. Помолись. Попроси Бога, чтобы Бог коснулся тебя сегодня. Чтобы Он тебя снова вдохновил, изменил, наполнил твое сердце любовью. Как я сказал, помните, это не просто сами по себе мы движемся, и мы такие прекрасные, хорошие. Это благодать, которая дана нам свыше. Благодать, которая дана нам свыше. Отец Небесный, хотим быть благодарны Тебе. Хотим поблагодарить Тебя, Господь, за наших ближних, которые в наших домах и в наших семьях. Хотим поблагодарить Тебя за мужей и за жен. Благослови, Отец, во имя Иисуса Христа. Пускай милость и любовь наполнит нашего ближнего. Если есть какие-то сложности во взаимоотношениях, ты говоришь о том, насколько важно общение, чтобы любовь наполнила сердца и уста, чтобы подсказала и дала нужные слова. Может быть, сегодня отец смотрит какие-то сегодня люди, братья, сестры, которые в сложных отношениях, но Господь дал сегодня, чтобы они услышали и увидели. Господь, как ты с креста молился и говорил, это для нас глубочайший пример, прости этим людям, потому что иной раз люди не ведут, что творят. И я прошу тебя, Отец, благодатью и милостью поддержи, восстанови, благослови, Господь, чтобы наши дома, они были на твердом, на драгоценном, божественном основании, чтобы Христос стал центром нашей жизни, чтобы не просто мы говорили и знали о Христе, но чтобы ценности Христа были внутри нашего дома и наших домов и семей. Благослови церковь, благослови церкви, Отец, чтобы церковь была, Боже, исполнена семьями крепкими и сильными, Боже, чтобы разводы это было бы, как, Господи, что-то, что-то неправильное, может быть, какая-то случайность, Отец, благослови, благослови, любящий и милосердный, чтобы мы ценили то, что дано Богом, супругов своих. И мы от всего сердца молим Тебя, покрой драгоценной святой кровью все взаимоотношения, все отношения во имя Отца и Сына и Святого Духа. И каждый верующий сказал Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok